Что за колл-центр? Как он хоть расшифровывается? Понятия не имею. Коллективный или количественный, или какой он у них там. Колл-центр или колл-центр. Этого неведомого зверя Галина Ивановна вынуждена терпеть. Не понимает она, почему то, что обычно сдают в баночке, записывает людей на приём к врачам. Но если серьёзно, работа этого самого колл-центра Галину Ивановну не устраивает. Каждый месяц через него пенсионерка записывается на приём к врачу, чтобы получить рецепт. Дозваниваться начинает, а там очередь, как правило, больше ста человек. Услышать живой голос удаётся через час, и ничего не поделаешь. Не попадёшь на приём, не получишь жизненно важные лекарства. Представляете, полвосьмого, полвосьмого, сто восемьдесят пятая очередь. Ну это что? Вот я говорю, почти час сидела. Как тут из себя не выйдешь? В последний раз Галина Ивановна не вытерпела, и колл-центр этот отматерила. Извиняется, конечно, за свои эмоции, но уж слишком унижает её эти ежемесячные ожидания. Хотя вроде таких, как Галина Ивановна, государство у нас славит и приводит в пример. Она дитя тыла, её младенчество пришлось на Великую Отечественную. А потом работала на Красмаше. Как говорится, ковала ядерный щит Родины. Щит у Родины и сейчас на месте, а Галине Ивановне, чтобы ещё месяц продержаться без одышки, со спокойным сердцем в очередь во вторую сотню. Хотя бы уже пенсионеров, у нас тоже ведь остаётся немного таких детей войны. Хоть бы какие-то льготы, хотя бы по записи или как-то. Записаться на приём в поликлинику можно не только через колл-центр, но и с помощью госуслуг. Но для Галины Ивановны интернет этот ваш ещё страшнее колл-центров. Вот и получается, пациент в поликлинику ещё не пришёл, а уже на нервах. Глядишь, через пару таких записей понадобится не только терапевт, но и психиатр. И, кстати, Галина Ивановна так к своему врачу и не записалась, потому что он в поликлинике теперь не принимает. Да, проходите. А это та самая поликлиника номер два, больница номер пять. Куда так стремится попасть Галина Ивановна? Пациентов здесь принимают под облезлым потолком с гирляндами проводов, потому что здесь идёт ремонт. Поликлинику на время работы не закрывают, принимать людей надо, а больше негде. Заведующая считает, никаких проблем. В чём заключается проблема, я тут как бы не могу, не понимаю немножко. Ну, в том, что там час надо ждать? Нет, ну это не ко мне вопрос. А к терапевту в итоге её так и не записали, говорят, терапевта нет? Проблема с терапевтами очевидна, но это за нехватки сотрудников. А большая у вас нехватка? Ну, у меня здесь очень часто, в семь с половиной ставок занято. А это тот самый колл-центр, голос которого для Галины Ивановны так важен. Здесь, со всего Ленинского района, звонки принимают 13 операторов посменно. Людей не хватает, говорят, как и во всей российской медицине. Сами понимаете, 6 поликлиник, 2 диагностические центры. Это очень большой объём, очень много звонящих единовременно. Поэтому будет всё зависеть от того, как будем работать. Всего хорошего, до свидания. Ведущие системы здравоохранения мира проблему записи пациентов решили уже давно. Там людей ведёт так называемый семейный доктор. К нему колл-центр не прилагается, и порой даже поликлиника. Нагрузка на него меньше, и очередей из сотен больных нет. У нас не надо записываться никаким терапевтом. Каждый человек прикреплён к семейному своему врачу. У него есть контакт с семейным врачом, с его секретарём. Семейный врач не обязательно сидит в поликлинике. Он может сидеть у себя в кабинете. И с пожилыми людьми, в принципе, идёт постоянный созвон и постоянный контакт. Тут вот и важно, чтобы был свой семейный врач. Когда реформа здравоохранения затевалась у нас в России, семейных врачей тоже обещали. Пока ждём, и ждать придётся, судя по всему, ещё долго. Потому что дефицит кадров в медицине тотальный, врачей не хватает. Но это уже совсем другая история. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК.